Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать! Меня зовут Мадина Белялова. Я профессиональный коуч, профориентолог, психолог и мама троих детей. И сегодня мы с вами продолжаем тему навык учиться. Что же важно сделать нам, взрослым, чтобы помочь нашим детям лучше, качественнее, эффективнее учиться? Я думаю, сегодня нам важно с вами обсудить тему мотивации или формула мотивации, которая поможет сохранять интерес к учебе, сохранять вовлеченность в процесс освоения новой информации. Конечно, надо признать, что в борьбе с всемогущим интернетом мы с вами давно проигрываем, потому что наши дети могут получить ответы на любые свои вопросы очень быстро, очень интересно именно из интернета. Но вот вопрос, как они будут использовать эту информацию в жизни, как они могут это использовать для достижения желаемых результатов. Вот здесь как раз-таки и нужна мотивация к учебе. Давайте представим себе, что мы хотим дойти до какой-то нужной нам точки. Пусть это будет какая-нибудь вершина, куда мы мечтаем добраться. То есть, когда мы с вами обсуждали целеполагание, у нас всегда с вами должно быть две точки в пространстве. Это точка А, где мы находимся сегодня, и точка Б, куда мы хотим продвинуться за определенный период времени. Давайте представим себе, что это учебный год. И так как совсем скоро начало следующего учебного года, важно проговорить с ребенком и начать уже планировать определенные действия, определенные графики или схемы поведения в рамках учебного года. То есть у нас с вами появляется цель, у нас с вами появляется точка Б. Очень важно в эту схему добавить режим настойчивость, или я еще называю структуру. Помните, мы с вами делили лист бумаги и планировали неделю. Вот эта структура, она позволяет двигаться намеченному плану. Если нет графика, если нет определенной структуры, то двигаться можно хаотично. И тогда ребенок предоставлен сам себе и абсолютно спокойно может выбирать не делать уроки, а проводить время, как ему интересно. Поэтому вот построение такого ориентира для ребенка очень помогает чуть-чуть сфокусировать внимание, а еще больше поработать над самоорганизацией и дисциплиной. А еще я сюда бы добавила такой, знаете, секретный ингредиент. Мы его еще можем назвать как лампочка. Секретный ингредиент – это энергия, это страсть, это желание. И вот здесь очень многое зависит от нас с вами. Взрослые, которые передают свое отношение к учебному процессу, как радость, как очень интересный процесс, как жажда получения новых знаний автоматически передается детям. Как здорово, что ты сегодня это узнал в школе. Как классно, что ты мне об этом рассказал. Слушай, а я забыла, как это было интересно в школе. И вот такие слова мамы или папы, любого взрослого человека, поддержат уровень вот этой энергии, заинтересованности и страсти ребенка к учебе. Конечно, когда мы не делали с вами это всю начальную школу и среднюю школу, просто так зажечь страсть внутри старшеклассников достаточно сложно. Ну и опять не отчаивайтесь. Всего лишь системный, очень последовательный подход может дать вам определенные результаты. Но со старшеклассниками очень хорошо работает цель. Для чего? Что ты будешь делать дальше? Ведь точка Б — это не просто окончание школы. Точка Б — это начало еще какого-то важного пути уже во взрослую жизнь. Соответственно, со старшеклассником нужно говорить не про окончание школы, а про то, что будет дальше и каким он видит себя или хочет быть именно в этот период времени. Если мы с вами будем соблюдать все эти условия, периодически напоминать и себе, и детям, то формула роста мотивации или поддержания мотивации будет на очень высоком уровне. И мы получим с вами силу, вовлеченность, заинтересованность и замечательные, классные, положительные результаты в учебном процессе. Пробуйте, пожалуйста, вот эту волшебную формулу. Посмотрите, на каких этапах с вами или с вашим ребенком работают лучше. Обязательно поделитесь с нами своими результатами в комментариях к этому видео. И увидимся на следующих уроках. С вами была Мадина Белялова.